Фармакологическое действие. Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами. Нестеродный противовоспалительный препарат. Оказывает энергетическое, противовоспалительное, жаропонижающее действие. Показания. Симптоматическая терапия инфекционно-воспалительных заболеваний, простуда, грипп, сопровождающихся повышенной температурой, ознобом, головной болью, боли в мышцах и суставах, боли в горле. Меалгия. Невралгия. Боли в спине. Суставные боли. Болевой синдром при воспалительных и дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Боли при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах. Постравматический и послеоперационный болевой синдром. Субная боль. Ольгодисменария. Болезненная менструация. Препарат предназначен для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления на момент использования. На прогрессирование заболевания не влияет. Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к другим нестеродным противовоспалительным препаратам. Эрозивно-язвенные заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе язвенная болезнь желудка и 12-першной кишки, болезнь крона, язвенный колит или язвенное кровотечение в активной фазе или в анамнезе. Два или более подтвержденных эпизода язвенной болезни или язвенного кровотечения. Серебровоскулярное или иное кровотечение. Гемофилия или другие нарушения свертываемости крови. Геморрагические диатезы. Внутричерепные кровоизлияния. Тяжелая почечная недостаточность. Полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереностимости ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных препаратов. Тяжелая сердечная недостаточность. Декомпенсированная сердечная недостаточность. Поражение зрительного нерва. Заболевания системы крови. Период после проведения аортокоронарного шунтирования. Прогрессирующие заболевания почек. Тяжелая печеночная недостаточность или активное заболевание печени. Подтвержденная гиперклеемия. Беременность в третий триместр. Детский возраст до 18 лет. Применение при беременности и кормлении грудью. В первом и втором триместре беременности применение препарата и буклин возможно только по назначению врача и в тех случаях, когда потенциальная польза превышает возможный риск для матери и потенциальный риск для плода. Применение препарата в третьем триместре беременности противопоказано. При необходимости применения препарата в период грудного скармливания следует прекратить кормление грудью. В экспериментальных исследованиях не установлено эмбриотоксическое, тератогенное и мутагенное действия компонентов препарата и буклин. Перед применением препарата и буклин, если вы беременны или предполагаете, что вы могли быть беременны или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. Особые указания. Рекомендуется принимать препарат минимально возможным коротким курсом и в минимально эффективной дозе, необходимой для устранения симптомов. У пациентов с бронхиальной астмой или аллергическими заболеваниями в стадии обострения, а также у пациентов с анамнезом бронхиальной астмы, аллергического заболевания, препарат может провоцировать бронхоспазм. Применение препарата у пациентов с системной красной волчанкой или смешанным заболеванием соединительной ткани связано с повышенным риском развития асептического менингита. В период лечения пациент должен воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций. Способ применения и дозы. Внутрь до или через 2-3 часа после еды, не разжевывая, запивая достаточным количеством воды. По одной таблетке 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза 3 таблетки. Дрительность лечения не более 3 дней в качестве жароподнижающего средства и не более 5 дней в качестве обезболивающего. Продолжение лечения препаратом возможно только после консультации с врачом. Если после лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре не выше 25 градусов. Хранить в недоступном для детей месте. Годен 5 лет.